добрый вечер дорогие друзья передача откровенный разговор продолжает свою работу с вами я гела васадзе и сегодня в рамках программы украинский кейс а кстати как тебе титровать директор new geopolitics research network я вообще-то бесплатно на английском не разговариваю но постараюсь добрый вечер дорогие друзья передача откровенный разговор продолжает свою работу с вами я гела васадзе сегодня первая программа из цикла украинский кейс и сегодня у нас в гостях директор new geopolitics research network михаил самусь приветствую миша очень рад тебя видеть нашей программе приветствую гела просто рад рад просто не могу сказать как рад видеть тебя и поучаствовать в твоей программе особенно по украинской тематике замечательно ну что ж начнем очень тревожные новости приходят по ситуации вокруг украины и первый вопрос первая тема на которую поговорить вот говорим вроде бы как бы про украину а вопрос а чего хочет собственно россия реализация в ее понимании минских соглашений то есть признание оккупационных администрации фактически конфидеризации украины даже это не федерализация конфидеризация украины то есть развал украины того чтобы украина признала оккупацию крыма и донбасса что кстати одно и то же законным или и чем она говорит вопросом о признании ордло вообще кажется это блеф или обходной маневр какой-то ну в общем чего хочет россия и в чем суть понимание россии да то есть очевидно что россия за последний год вы не вынесла или вывела украинский вопрос на совершенно другой уровень если раньше россия пыталась наоборот свести отношения с украиной принципе на двустороннее двусторонний уровень причем заявить то что в принципе если киев хотел бы поговорить о двусторонних отношениях то нужно убрать крымский вопрос сразу потому что он не обсуждается по жесткому пониманию путина и и кремля и кроме того естественно это будет касаться реализации минских договоренностей это было такое понимание у россии у кремля двусторонних отношений если киев хотел бы окей давайте садитесь выполняйте низкие договоренности как хотела бы это москва то есть начало проведение политических реформ в самой украине фактически федерализация украины изменений конституции и так далее и включение оккупированных территорий в политическое тело украины а затем давайте поговорим о чем-то другом но конечно не кроме кроме крыма за последний год ситуация поменялась за последний год украинский вопрос вынесен на самый верх международной политики и очевидно что путин пытается использовать украинский вопрос для того чтобы решить свои какие-то вопросы проблемы и вот тут возникает главный правильный вопрос зачем это нужно путин зачем ему шантажировать до такой степени соединенные штаты и новую администрацию байдена чтобы вынести этот вопрос на уровень стратегических переговоров и на уровне на то и соединенных штатов обсе и европейского союза так далее моё объяснение во первых поменялась персональная персональный состав выше высшего эшелона международной политики то есть ушла меркель пришел байден естественно это не трамп и поэтому путин пытается сыграть в новую комбинацию причем по моему мнению он самого начала хочет байдена завербовать свои кгбшные привычки то есть меркель которая по его пониманию была как бы уже в обойме и он мог ей позвонить там ночью и сказать слушай у меня тут такой вопрос у него сейчас таких политиков нет и вот у меня такое впечатление что он с первой же встречи в женеве попытался наладить персональный контакт психологический контакт и ставя перед байденом провокационные иногда легкие иногда сложные вопросы вводить его на более тесный именно персональный контакт когда он действительно может я не знаю может ли он сейчас позвонить джо ночью но уже мне кажется совершенно совершенно другой уровень контакта чем нежели там было полгода назад зачем вообще путин затеяла вот вот всю эту катавасию с украинским вопросом но начну с моего понимания такого вот критически ключевого момента все-таки перед путиным главная задача обеспечить стабильность его режима на всю продолжительность продолжительность своей физической жизни я не знаю это может быть 10 лет может 30 не за как-то медицина работает современная шаманы шойгу и так далее может быть 10 лет может один во всяком случае физическая жизнь путина должна быть обеспечена стабильностью его режима и когда вот я начинаю анализировать военные аспекты военно политические геополитические я понимаю что с военной точки зрения россия конечно же готова на сто процентов атаковать украину это не не проблема они собрали достаточно войск они собрали сконцентрировали отработали уже все возможные комбинации с военной точки зрения сто процентов вероятность нападения вот прямо сейчас прямо в эту секунду что касается как какой позитивно какая позитивная мотивация путина в этом какая задача путина во время этой войны против украины будет решаться я не могу понять потому что если главная задача стойкость режима на десятилетия вперед то нападение на украину приведет к совершенно противоположным результатом ведь нельзя просчитать до конца каким образом отразиться на экономику на политику на все остальное в россии на вообще на на ощущение русского населения российского населения после нападения на украину украина будет воевать это однозначно это не будет 14 год и на российской территории что-то будет происходить не очень хороший зачем это путину я не могу объяснить и тогда у меня начинает все-таки объяснение вот этой всей концентрации все же решение вопроса с байденом соединенными штатами о снова таки подписание какого-то договора возможно завуалированного о том что сша тоже будет гарантировать стойкость режима путина на какую-то оси за ему его перспективу вот это мое объяснение почему путин делает то что он делает сейчас кстати это вполне логичное объяснение потому что другое объяснение это то что путин агент мирового империализма мирового правительства масонов и патисонов и просто разваливает россию и просто уничтожает ее потому что все что делает путин это явно но не соответствует национальным интересам россии хотя мы уже прекрасно знаем что национальные интересы россии и интересы кремля и путина это почти всегда прямо противоположные вещи абсолютно прямо по поводу масонов и так далее действительно если посмотреть все действия путина он он реально разваливает россию если исходить из этой логики то логики то он должен начать войну с украиной и тогда вот этот процесс развала россии он явно приблизится то есть я не могу говорить что она развалится но то что россия в этом состоянии в котором она сейчас находится если честно говорить я вообще не понимаю какие сейчас могут проблемы у путина у него много денег потому что цены на газ и на нефть зашкаливают у него хватает денег держать довольно таки высокие социальные стандарты платить разбрасывать деньги пенсионерам и так далее у него полностью вытащена позиция у него абсолютно подконтрольный олигархат который работает уже как бы больше похоже на какую-то агентурную сеть россии нежели на каких-то там олигархов ну то есть если сравнить украинских олигархов и российских олигархов совершенно разные понятия и дефиниции этих людей поэтому я если исходить из того что путин хотел бы остаться и укрепить свое положение ему не нужно начинать войну с украиной если он действительно хотел бы развалить россию ему нужно тогда идти на конфликт с украиной и вводить войска в украину для того чтобы это потом ударило по самой россии ну да в общем то это это тоже лагерь по принципу бритвы окам это достаточно логичная вывод может быть посмотрим кстати по поводу военной составляющей ну то что лукашенко утвердил план совместного оперативного учения там белоруссии и россии понятно то есть они вот брятцают оружием как в свое время и легионеры били по щитам мечом и так далее но вот есть мой обожаемый мною и смотримым мною как мне говорят мне молоко нужно давать за вредность канал соловьёва где яков кедми который понятно кто тем кто не знает его и слава богу такого человека не было нет и не надо так вот он сказал следующее что мол не надо вообще торгаться в украину надо нанести мощный огневой удар по штабам и узлам связи украины тогда будет развал украинской армии подобен развалу афганской армии и ни у кого не будет желания защищать режим ну давай так конечно много чести но тем не менее чтобы ты ответил на эту фразу кедми кедми отвечать не надо слишком много чести для него дело в том что вот то что он сказал это является один один из этапов современной военной операции то есть когда говорят там собралось 100 тысяч войск 150 тысяч войск но мы не находимся в 19 или 20 веке 21 век это network centric warfare то есть сетевые войны сетевоцетрические войны которые означают полная концентрация в сетевом формате всех командных пунктов всех систем разведки систем поражения в реальном масштабе времени полная информация о координатах цели и так далее и вот когда мы говорим о том как будет проходить операция первый этап информационный и кибернетический информационный кибернетический практически россия уже начала то есть информация понятно мы постоянно воюем информационном поле но кибернетические атаки постоянно идут против украины вот самая такая демонстрационная и массовая была вот буквально несколько дней назад когда были вырублены десятки украинских государственных сайтов правда не было не было эти сайты не были сломаны они не то есть информация не было скомпрометировано но но удар был нанесен и явно это была демонстрация того что что может произойти во время реальной военной фазы причем я так уверен что они сейчас проверяют все слабые места и в ходе какой-то начала операции они просто будут действительно кибернетическим способом выключать украинскую инфраструктуру опять же я сказал про network centric warfare здесь ключевой вопрос сеть и ключевой вопрос это управление в реальном масштабе времени если представить себе что уничтожается система управления а как раз твой вопрос по поводу системы управления это будет означать что network centric warfare закончился и действительно армия и вообще государство превращается в части какой-то системы которые не могут между собой коммуницировать это означает конец современным действием современной армии она превращается в армию 19 там 20 века когда между командирами нет постоянной связи а можно коммуницировать какими-то старыми дедовскими методами и так далее и и вот кибернетическая информационная дальше идет электронная фаза electronic warfare когда радиоэлектронные средства радиоэлектронной борьбы точно также уничтожается система управления она просто прекращает работать и дальше идет работа уже ракетной фазы ракетная фаза физически уничтожает систему управления и что важно против воздушной обороны для того чтобы потом иметь полное господство воздухе дальше начинается воздушная фаза ну и в конце концов интервенция так вот тот аспект который был поднят в этом вопросе он действительно является ключевым система управления система управления если система управления государством и системой обороны она просто прекращает существование обороняться становится очень тяжело ведь вспомним 14 год там была другая проблема она не была связана с уничтожением системы управления но система управления не действовала потому что украинский лидер шип лидер лидеры украины которые тогда остались потому что генералитет половина сбежал половина непонятно на каких позициях стоял все это было очень тяжело понимать такой статейджик конфьюжен был как как говорится и высшее руководство украины не могло несколько дней принять решение что делать с крымом что делать донбассом как реагировать водить систему обороны в соответствии с украинским законодательством законе об обороне или не вводить так она не была введена вот этот механизм не был введен самом начале и это была главная ошибка так вот сейчас решимость ввести эту систему есть но если система управления будет разрушена решение не поймем не будет выполняться только уже по другой причине и поэтому действительно система управления если она будет уничтожена или кибернетическим способом или ракетным эффект может быть точно такой же войска не не будут знать какие приказы должны приходить от высшего руководства и так далее по всему по всей линии командования понятно но украина есть что противопоставить этому конечно есть то есть армия главное что армия совершенно другая главное что генералы совершенно другие украинский генералитет это те люди которые в четырнадцатом году были еще офицерами молодыми которые начинали воевать против россии и они прошли это пекло они прошли все эти боевые действия вот современные те люди которые командуют вооруженными силами это реально новое поколение генералов на которых приятно смотреть они понимают свои задачи они понимают свой долг и главное что когда ты на них смотришь то понимаешь что украинским офицером и солдатам есть на кого равняться и просто с точки зрения морально морально психологического состояния это просто совершенно другой другая ситуация по вооружениям до вооружение советское но она модернизированы отремонтированные принцип боя готовы не намного отличается но от российской армии потому что в россии тоже фактически советское постсоветское вооружение возможно каких-то элементах особенно в авиации конечно новее но если говорить о том будет ли легкими вот эти операции для россии на территории украины я думаю нет и тем более что вот когда мы говорим о том что может произойти в россии многие забывают что украина может и на территории россии ответить да пока ракет у нас мало то есть нептун который делается морская версия это еще не тот инструмент который можно назвать инструментом сдерживания но если говорить о силах специальных операций которые у нас существуют уже несколько лет и готовятся они британцами и американцами в основном я думаю что нет никаких проблем тем более что у нас закон вот буквально с 1 января вступил силу называется закон национальном сопротивлении там есть такие интересные моменты том числе и проведение действий на территории противника естественно эта функция сил специальных операций и я не думаю что есть какие-то проблемы для например сотня групп выходит в россию и осуществляет те же самые проблемы системой управления системой например электро и поставки электроэнергии и базовых вещей для обеспечения жизнедеятельности населения все это совершается в течение одного-двух дней и россия тоже погружается в темноту системы управления нет начинается хаос это легко сделать на самом деле потому что российская территория на огромное и обеспечить ее полностью защиту даже в европейской части невозможно и я уверен что силы специальных операций украины работают на по этой теме поэтому я я надеюсь хотя бы что путин и его товарищи они понимают что вот начиная операцию против украины полностью контролировать ситуацию невозможно и возможен такой вариант когда свет исчезнет например в москве и начнется хаос самой москве это уже будет очень интересно как дальше реагировать несмотря на том что ты отправляешь самолеты танки едут как бы в сторону киева у тебя в москве не цвета и начинается паника какая-то это может быть неприятно для самого путина и здесь вот опять возвращаясь тому нужно ли это путину если он действительно хотел бы обеспечить стабильность своего режима понятно понятно ты знаешь это уже считается как бы дурным тоном цитировать ильфа и петрова и тем не менее за граница нам поможет то есть речь идет о чем речь идет о том что вот ближайшее недавнее время директор цару уильям бэрнс госсекретаря энтони пленкен в киеве пресс конфигенция байдена с заявлением что любые организованные скажем так подразделение российской армии и на территории украины будет считаться агрессия хотя прокси это тоже подразделение российской армии и я бы просто напомнил бы надо чтобы президенту сша напомнили что организованные подразделения российской армии находится на которые у Украины, кстати, как официальные, так и неофициальные, с 2014 года. Конечно. В качестве агрессора. До этого они там были на законных основаниях, в том же Крыму, а на Донбассе там вообще прокси. Кстати, про выступление Байдена Рамис Юнов сказал, что выступление Байдена подтвердило наличие серьезных противоречий как в поддержке в Украине, так и в наказании России, которые имеются между США и союзниками Европы, особенно Германией, которая активно лоббирует интересы Кремля. Ну и в довершении к вопросу, значит, поставки вооружений из Британии и Балтии, насколько это важно, и сегодняшняя новость буквально, законопроект Сената США о поставках оружия под Ленд-Лизу. Вот все это в комплексе, насколько важно для Украины. Это очень важно, потому что, когда я говорил о фазах российского наступления, вот этой операции, есть там один гэп, пробел, который существует в украинской обороне. Ну, об этом, в принципе, мы постоянно говорим в Украине. Это противоракетная оборона, потому что, ну, информационную войну мы как бы знаем, как это все делать и умеем немного. Да, ведем силу возможностей. Кибернетические атаки, они могут быть эффективными, могут быть неэффективными. И здесь зависит уже действительно от возможностей кибернетической обороны выявлять те атаки, которые были перед подготовкой, во время подготовки организации и так далее. А вот ракетные удары, вот здесь проблема, потому что украинская противовоздушная оборона, хотя и является, как бы это ни парадоксально звучало, одной из самых сильных в Европе, потому что нам удалось вот эти советские комплексы отремонтировать, модернизировать, а некоторые даже и восстановить с новыми возможностями, с украинскими комплектующими. То есть система противовоздушной обороны у нас довольно-таки эффективна, и Россия не пойдет в атаку перед тем, как ее уничтожить. Поэтому главная задача для России в том числе уничтожить украинскую систему противовоздушной обороны, ракетным вооружением. А вот противоракетная оборона у нас отсутствует. В принципе, как отсутствует в большинстве стран мира, противоракетная оборона, такая вот комплексная, многошаровая, существует в США и в Израиле. В Европе таких систем практически нет. Есть отдельные комплексы, в которых есть функции противоракетной обороны, но это не система. Поэтому для Украины ключевым вопросом являются поставки систем противоракетной обороны, которые бы создали проблему для российских ракетных ударов, и тогда вероятность военного нападения резко будет снижаться. Если у Украины появятся системы противоракетной обороны. Другая помощь, конечно же, тоже очень важна, потому что противотанковые комплексы, их никогда мало не бывает. У России настолько много танков и бронетехники, можно говорить о тысячах, тысячах, сколько они... На некоторых учениях они вообще какие-то Т-62 вытаскивали с Дальнего Востока и тащили их в Ростовскую область. То есть может и такое железо поехать. И тут уже нужно столько складировать этих противотанковых средств. Но это тысячи и тысячи ракет. Даже сейчас вам можно и из противотанкового ружья подбить. Можно, да, но там уже разбираться не будет времени. Да, именно приятнее. Или вот этот британский, который есть... НЛАВ, да, то есть там уже не будет, наверное, времени разбираться. Какая-то полчища идут. Тут уже украинским бойцам надо будет просто брать и стрелять, брать и стрелять. И вот чем больше противотанковых средств украинских, американских, британских и так далее, неважно, это очень хорошо. Кроме того, конечно, средства разведки, беспилотники и так далее. Все это очень-очень важно. Бронетехника также у нас все-таки советская, хотя есть производство украинское, но нужно больше и лучше и так далее. Поэтому то, что делает Запад, это очень важно. Слава Богу, что вот прошло с 2014 года сколько лет, и сейчас начинается то, что, возможно, должно было случиться в 2014 году. Если бы в 2014 году Запад действовал так решительно, как сейчас, возможно бы и многих не было бы жертв, возможно бы ничего не получилось у России. Как на дипломатическом фронте решительность, нельзя сравнить, что было в 2014 году. Хотя, опять же, вице-президентом тогда был Байден. И можно вспомнить и MH17, и Крым, и Донбасс, и все остальное. Обама тогда сработал, ну, так скажем, слабенько. Хотя я уверен, что были возможности и по информации, и по другим вопросам, которые могли бы остановить Путина очень легко. Но, опять же, тогда Путин себе сформировал комфортные личностные отношения и с Меркель, и с Обамой, и поэтому смог провелять вот так вот между ними и с ними мимо международного права, и удалось ему совершить то, что он совершил. Сейчас ситуация другая. Что касается вооружений, это действительно важнейший аспект. Имея сейчас и новый генералитет, и офицеров, и регулярную армию, еще очень важно, что с 1 января у нас закон о национальном сопротивлении. Уже теперь есть у нас территориальная оборона, которая построена тоже в нескольких компонентах, в том числе и волонтерский, добровольческий компонент, взятый по, к примеру, Эстонии и других стран Балтии, финнов, Швейцарии и так далее. То есть это очень важно, в том числе и для оснащения территориальной обороны. Это очень здорово. Кстати, на самом деле, вот я тебя слушал и думал, вот нет худа без добра, потому что я помню, в 2014 году было очень много разговоров про грузинские реформы, про то, как вот в Украине какие-то грузинские реформы нужно осуществлять, как там осуществляли, не осуществляли, это уже другой вопрос. А сейчас, когда или эти наши власти, в чем я сомневаюсь, придут немножко в себя, или будет какая-то другая власть, которая будет заботиться о национальной безопасности больше, чем эти, а не притворяться ветошью, не отсвечивать, но уже будут как бы, даже рецепты нет, наверное, готовое решение, которое нужно притворять в жизнь, потому что на самом-то деле я вот, это очень интересный момент. То, что произошло, то, что происходит вот сейчас на наших глазах, на наших глазах сейчас происходит то, что практически раньше считалось невозможным. То есть Украина реально готовится дать отпор Российской Федерации. То есть стране, с которой раньше вообще не представляли, как можно воевать. И единственная официальная война на данный момент России, официальная война России с другой страной была, хотя они даже ее не признают, они считают это операцией по принуждению к миру, но в принципе это война была. Вторжение и армия, официальная армия сопровождалась после Второй мировой войны, это была Грузия, потому что ни Венгрия, ни Чехословакия, ни Афганистан, ни какие другие страны, и даже Украина, когда мы видим, что Россия воюет против Украины, официально как бы ее армия не участвует. Поэтому казалось бы, ну да, поэтому казалось бы, что, ну а как им сопротивляться? Нет, оказывается, можно сопротивляться. Еще одна новость такая, Украину привлекут к процессу сертификации российского газопровода «Северный поток-2» во время рассмотрения этого вопроса на Европейской комиссии. Это про что? Это хорошо или не правда? Ну это хорошо, потому что Украина, которая является членом уже европейского энергетического сообщества, и в принципе мы все документы европейские подписали в свое время, и претендуем на то, чтобы мы имели право на влияние на энергетический рынок Европы, Европейского союза. Поэтому в конце концов нас пригласили участвовать в процессе сертификации «Северного потока-2», который будет доставлять свои энергоносители на рынок Европейского союза, и Украина имеет право поучаствовать в этом. Поэтому я надеюсь, что Украина сможет повлиять на процесс финальной сертификации этого газопровода. То есть я правильно понял, а если Украина говорит «нет», тогда не получит сертификацию? Или это я слишком оптимист? Я думаю, что это слишком оптимистическое утверждение. Все-таки право вето Украина там не имеет, но право голоса имеет. И так как не все в Европейском союзе, я думаю, что большинство в Европейском союзе против «Северного потока-2», украинские аргументы могут просто добавить веса позиций тех стран, которые говорят о том, что введение в эксплуатацию «Северного потока-2» ослабит ситуацию. И энергетическую, и геополитическую для Европейского союза про Украину я вообще молчу, потому что у многих экспертов в Украине существует такой подход, что единственное, что удерживает пока Россию от реальной массированной военной атаки на Украину, это то, что через территорию Украины проходит газотрансмутная система, которая доставляет газ из России в Европейский союз. А фактически это обеспечивает поступление евро средств для того, чтобы российская армия, российский и путинский режим чувствовал себя комфортно и прекрасно. Если перерезать газопровод через Украину, получается, что и евро не пойдут в Кремль, а это плохо. Поэтому пока существует такая ситуация. Если будет введен в эксплуатацию «Северный поток-2», то фактически газотранспортная система Украины потеряет свое значение, поэтому Путин может спокойно ее разрушить и таким образом провести военную операцию любого масштаба. Неожиданно, ну достаточно неожиданно недавно возник новый вектор, вот как раз таки новое измерение ситуации вокруг Украины. Я назвал бы его восточным измерением. Это Турция, и это турецкий фактор, и это в последнее время, в последние дни это еще и Азербайджан добавился. Ну, визит президента Алиева в Киев. Понятно, транспортные маршруты, Гуам, там, Сокар, все прекрасно, энергетика, все прекрасно, но меня привлекло, честно говоря, другой момент меня привлек, когда Алиев заявил о том, что, значит, с Украиной Азербайджан будет сотрудничать во всех областях. Во всех это, то есть, военно-техническая область. И, как бы, я все равно привязываю вот эти две страны к друг другу, хотя Турция член НАТО, и тут, другое измерение, это еще и НАТО. Ибрагим Калын буквально на днях заявил, что президент Эрдоган посетит Украину. Турция готова сыграть, опять-таки, любую роль в урегулировании российско-украинской напряженности, и, ну, единственное, что ожидание быстрых результатов приведет к провалу. На что комментарии были из России, РСМД, президент, очень, кстати, один из очень немногих грамотных и честных политологов, хотя и наслуживает самому, сказал интересную вещь, что Путин не пойдет на переговоры, если вот Эрдоган же пригласил его в Стамбул, что Путин не пойдет на переговоры с Зеленским в Стамбуле, хотя бы потому, что придется противостоять там Путину и Зеленскому, и Эрдогану одновременно. И Расим Мусабеков рассказал о том, что, мол, встреча, ну, выразил мнение такое, что встреча может состояться вообще в Баку, потому что Турция член НАТО, а у Азербайджана этих проблем нет. В связи с этим, сразу два вопроса я поставлю, чтобы мы уже пошли дальше. Первый вопрос, это вопрос о роли Турции, ну, и Азербайджана тоже, значит, во всем этом. И второй вопрос, а нужна ли встреча с Зеленским Путином? Вот по мне как, это мое мнение, зачем? Если не знать, нафиг. Да, ну, тут если говорить о форматах возможных встреч и вообще, то есть есть вот Минский процесс, да, Минские переговоры, они уже не могут быть минскими по определению, потому что Лукашенко потерял свой статус, Украина его не признает, и, ну, естественно, в Минске никаких встреч не будет проводиться, и давно уже идет поиск места, где бы можно было перенести вот эти переговоры по поводу Донбасса. И Стамбул часто называется как одно из вероятных, довольно-таки удобных мест для всех, и для Украины, и для России, которое сохранило и авиаконнекшн, сообщения и так далее, и так далее. Что касается роли Турции, действительно, Эрдоган и его очень эффективная политика относительно организации военно-технического сотрудничества с Украиной, меня, например, приводит Восток. На фоне там каких-то многолетних переговоров с американцами, с европейцами, по поводу выпуска каких-то совместных продуктов, Украина и Турция за последние там несколько лет просто, если говорить о европейском опыте, мы просто прыгнули в другую галактику, потому что мы строим уже совместные заводы по производству барактаров, а Кинчи – это следующий тяжелый бесплотник с украинскими двигателями. Мотор Сич очень облегченно вздохнул, потому что получил огромные заказы на эти двигатели для Кинчи. Более того, Мотор Сич, опять же, получает, это производитель двигателей для самолета и вертолетов, следующий бесплотник уже сверхзвуковой тоже будет с украинским двигателем Мотор Сич. Дальше идут какие-то перспективы по кораблям. Турция строит нам корветы, которые мы, например, Румыния с Францией не может 10 лет уже договориться, как строить корвет, а у нас первый корпус в следующем году будет в Украину, будет переход морем, и второй уже строится. То есть совершенно другие какие-то темпы. Я вообще были в этом году, извини, Миша, в этом году, наверное, да? Или в следующем? Я думаю, что, да, возможно, и в этом. А, правильно, в 2023 году он уже будет в составе ВМС, а корпус будет перейден в этом, в 2022 году уже. Да, потому что Новый год прошел, а мы все еще... За праздниками, да, за праздниками потерялся. Да, то есть те действительно, ну просто феноменальный прогресс в военно-киническом сотрудничестве, он просто действительно фантастический. С точки зрения, понятно, геополитики и более широких интересов Турции, украинское направление лишь одно из. И понятно, что у Турции есть интересы и на Кавказе, и с Россией, и Ближний Восток, и Средиземное море, и даже Балканы. То есть Эрдоган пытается быть новым региональным и даже более мультирегиональным игроком. И поэтому хотел бы, конечно, играть роль свою и установлении нового формата, новой действительности в отношениях между Украиной и Россией. Для Путина это действительно сложный вопрос, потому что Эрдоган демонстративно всегда говорит о непризнании Крыма российским, говорит, что я никогда не признаю Крым российским. Для Путина это очень больное место, и поэтому действительно он может не пойти на то, чтобы Эрдоган был главным модератором. Ну, сравнивать Эрдогана и Лукашенко как бы очень сложно. Эрдоган это все-таки намного самодостаточней человек и лидер. Что касается действительно вот дуэта Азербайджан-Турция, здесь очень интересно. Вот какая сейчас роль Азербайджана и Турции по коммуникации или формированию условий для коммуникации между Киевом и Москвой, Зеленским и Путиным. Здесь интересный вопрос. Я не исключаю того, что Эрдоган и Алиев в том числе передают информацию от Путина, Зеленскому, например, по поводу возможных условий встречи, и в том числе, выполняя роль модератора, в том числе уже начали выполнять роль коммуникаторов. То есть вот эти визиты, визит Алиева и Эрдогана, они могут быть не просто визиты двустороннего плана, а возможно это уже визиты и более высокого плана, в которых они будут пытаться уже выполнять роль модераторов и начать подготовку такой встречи. Кроме минских переговоров по Донбассу, это в принципе вопрос уже сейчас тактически на этом фоне общей турбулентности. Донбасс это уже тактический вопрос. А вот стратегический формат переговоров Украина-Россия, можно говорить, нужны эти переговоры или нет, но с другой стороны, я думаю, что когда мы говорили, нужен ли диалог между Западом и Россией, сейчас я, например, сначала я говорил, что это поднимает как бы значимость самого Путина, но сейчас я уверен, что такой диалог нужен. Ну да, сейчас все хорошо и уже нужен, да? Да, диалог нужен, потому что хотя бы западные политики должны ощутить на своей шкуре, что такое Путин. И они начинают, вот мне было интересно смотреть просто результаты этих встреч, которые прошли там на уровне НАТО, ЕС, США и ОБСЕ, и с какими лицами после всех этих спичей российских дипломатов выходили оттуда западные политики. Они просто были, ну не то что с белыми лицами, они просто были в шоке от того, что они услышали, когда им там говорили, все, давайте собирайте манатки, на рубеж 91-го года давайте, все, отправляйтесь и так далее. Потом Грузию, Украину, значит, решение Бухарестского саммита нам отдайте, все остальное ладно, забирайте уже там Финляндию, ладно, принимайте себе. То есть идет игра, и это, мне кажется, это очень полезно, когда западные дипломаты, а лучше политики, напрямую общаются вот с ребятами из Кремля. Они начинают их, возможно, лучше понимать, и тогда они едут уже в Киев и говорят, чем мы можем помочь, потому что мы поняли, что ситуация действительно очень серьезная. Это не то, что пишут просто в интернете и в газетах. По поводу переговоров Зеленского и Путина, я думаю, что такие переговоры все же нужны. Опять же, у Путина один ответ, мы не будем обговаривать ни Крым, ни Донбасс, потому что Донбасс это украинское дело, а Крым это российское дело. Эти вопросы никак не пересекаются в сфере Украина-Россия. А вот украинская сторона говорит, да нет, ребята, вот это и есть главные вопросы. Крым и Донбасс, а дальше все остальное. А о чем они собираются говорить? Россияне? Да. Россияне о двусторонних отношениях, давайте жить дружно. Это же, ну как, это троллинг, да, это троллинг, это российский троллинг дипломатический. С нами же то же самое, да. Давайте Россия заинтересована в урегулировании отношений с Грузией. Российское правительство очень любит народ Грузии и положительно относится к Грузии. Ребят, а как же это? А, нет, это другое, это там независимое государство. Мы про Грузию уже, мы не про Абхазию. Мы про Грузию тоже троллинг сотового уровня. Они говорят, в Донбасс мы готовы только говорить о содействии Киеву и Донецку, и Луганску. Провести переговоры представителей Луганска и Донецка с представителями Киева. А так мы вообще, мы же в минских договоренностях посредники, мы же не участники конфликта. К сожалению, там текст минских договоренностей так написан, что Москва вообще ни разу не упоминается даже. Она, только там есть подписи, что вот ОБСЕ, там Россия содействует урегулированию. Поэтому я думаю, что Украине не стоит бояться переговоров с Россией. Ведь если мы говорим об урегулировании конфликта, если мы говорим о следующем этапе развития ситуации, нам нужно будет проводить переговоры. Другой вопрос, что эти переговоры должны проводиться с каких-то позиций. Эти позиции должны быть чем-то аргументированы. Я думаю, что Путин, опять же, вот это извечный вопрос. Он хочет развалить Россию или он хочет укрепить Россию? Своими действиями сейчас он, если вспомнить, что было... Китаем Украину. Например, до сентября последнего года. Я повторюсь, этот вопрос российско-украинской войны, он был наш тут, местечковый такой. Да, говорили, мы там Украину поддерживаем, но в принципе никто не хотел никаких резких движений делать. Это было неинтересно ни Европе, ни Соединенным Штатам. Да, были какие-то, как бы, очень глубокая обеспокоенность, очень глубокая, но и немного помощи. Сейчас ситуация совершенно другая. Запад реально помогает Украине, и Запад реально готов к укреплению и экономике, потому что я смотрю, что и пошли инвестиции. Казалось бы, ухудшается инвестиционный климат, но идет инвестиционная деятельность, активная, западная, по том числе созданию производственных мощностей и улучшению даже социального положения с рабочими местами и так далее, потому что Украину нужно усиливать без экономики. Сколько бы оружия ни ты не давал, без экономики и strong governance, то есть сильного правительства, ничего не будет. И поэтому Путин своими действиями буквально за полгода, он резко поменял отношение Запада к Украине, к российско-украинской войне. И это ключевой вопрос, когда мы говорим о подготовке к каким-либо переговорам, потому что переговоры могут быть интересными. Но, опять же, Зеленский уже принимал участие с Путиным в одной встрече в нормандском формате. Путин сказал, что мы вообще здесь посредники, Зеленский сказал, выводите свои войска. На этом переговоры закончились. Поэтому бояться не нужно, но нужно иметь свою позицию. Вот и все. Согласен? Абсолютно согласен. И вообще мне тема переговоров, это напоминает примерно, что два джентльмена, когда ловят рыбу, один поймал русалку изумительной красоты, подержал ее вот так в руках, а потом выбросил. И тот спрашивает, why? А я думаю, how? Так. Ну, то же самое, блин. Примерно такая же картина. То есть, русалку поймать можно, но что с ней делать? Она же русалка. Непонятно. Непонятно. Так вот. И тем не менее, у нас остается не так много времени, но не могу не обратиться к внутриукраинской теме, потому что раз уж мы обсуждаем то, что происходит в Украине, конечно же, конечно же, о чем идет речь, речь идет о том, что, значит, видеообращение Зеленского. Видеообращение Зеленского, насколько оно было актуальным, насколько оно было необходимо? То, что необходимо, это точно. По содержанию и тем месседжам, которые, а также окрашенности этих месседжей в украинской интернет-сфере идут споры. Одна сторона говорит, что это был полный провал, другие говорят, что это был правильный шаг. В Украине всегда так, то есть любое действие политика, оно имеет сразу же две противоположные оценки. Поэтому, если говорить о том, что же происходит сейчас в Украине, на самом деле идет процесс, дальнейший процесс формирования украинской нации, идет переосмысление тех людей, которые голосовали за Зеленского, это огромное количество людей, идет переосмысление роли Порошенко и в истории с 2014 года, и в истории современной. Я думаю, эти процессы абсолютно полезными. Единственное, что не должно быть именно деструктивного влияния этих процессов на способность Украины как государства продолжать те процессы, о которых мы говорили. Это усиление экономики, продолжение реформ, потому что, хотя слово продолжение реформ у некоторых вызывает не то, что аллергию, но уже активное отторжение, на самом деле у нас другого пути нет. Нужно реформировать суды, без этого не будет ни бизнеса, ни экономики, ни инвестиций, ничего вообще. Нужно реформировать силовые органы и правоохранительную систему, которая бы стала действительно эффективной и не боролась с оппозицией, а занималась своим функционалом, то есть обеспечила, опять же, комфортное развитие бизнеса, экономики политических партий, какого бы спектра они, если они в законном поле находятся и так далее и тому подобное. То есть мое отношение, вот действительно, где-то в средине осени было ощущение, что внутренняя политическая обстановка Украины может быть настолько дестабилизирована, что Путину ничего вообще не придется делать, потому что для него это идеальный сценарий, когда украинцы начнут воевать друг с другом. Гражданская война, как он говорит, это вообще супер, он просто выйдет и скажет, ну я же говорил, ребята, смотрите, они там громят друг друга, поэтому мы сейчас вводим войска, помогаем украинскому братскому народу, с которым мы один народ, и все заживем очень дружно и счастливо. Украина не в НАТО и под Россией. Но, к счастью, опять вот эта вот кривая дестабилизации вывела, я думаю, это все-таки наша бескромность и мудрость украинского народа позволила избежать действительно ряда, то есть политики постоянно допускали ошибки, но в результате эти ошибки не привели к фатальным результатам. И в результате мы имеем вот на данный момент, в принципе, такой вот какой-то стабильный статус-кво, когда и власть, и оппозиция понимают, что дальше нагнетать нет смысла, потому что кроме дестабилизации ничего не получится, перевыборов каких-то, внеочередных выборов уже не будет, уже нет смысла, уже сроки такие, что нужно уже готовиться к следующим выборам. И я надеюсь, что сейчас постепенно основные политические силы перейдут уже к подготовке к очередной избирательной кампании без желания форсировать события и привести... То есть у меня такое ощущение, например, было, что осенью было желание, например, в том числе и как-то привести к устранению Зеленского от власти. У нас были такие идеи какие-то, витали они в воздухе, что вот-вот-вот там Зеленский падет, у него нет поддержки и так далее. Но к счастью, я скажу, почему к счастью, потому что опять же этой ситуацией 100% воспользовался бы Путин и провел бы какую-нибудь операцию в этой ситуации, когда пару месяцев мы без верховного главнокомандующего и вооруженные силы могут опять быть использованы в различных аспектах. Хотя вот я надеюсь, что вот тот новый генералитет и те новые офицеры, которые прошли войну, и я думаю, они имеют иммунитет от того, что было раньше. То есть слепое следование любым приказам политиков, оно сейчас, я думаю, все-таки немножко другое отношение к этому вопросу, чем в 2014 году или раньше. Понятно, ты знаешь, я на Мазепа, значит, есть вареничная у Катюши, одна из моих, одной из моих любимых мест в Киеве, ну, именно вот, личным делом люблю вареники. Значит, там как-то я встречался с Муртазом Зуздалавой, это бывший прокурор Тбилиси, в то время он работал в Киеве, и он, так как мы в Киеве были, соответственно, он начал разговор с Украиной, он мне сказал следующую вещь, ты знаешь, говорит, я постоянно думал, как могла вот эта, говорит, абсолютно отсталая страна про Россию победить такую европейскую державу, как Речь Посполитов, в которой были все ресурсы, все, так вот, говорит, и пришел к такому выводу, что у них там была четко выстроенная вертикаль, вот такая вот азиатская, азиатско-бизантийская, но четко выстроенная вертикаль, а там магнаты с друг другом боролись, чубы трещали, и в итоге получили то, что получили. Вот этот разговор, он мне навсегда запомнил, прошло уже несколько лет после этого разговора, но он мне хорошо запомнился, я просто очень сильно надеюсь, что вот эта борьба, сейчас другое время и другое, что эта борьба в очередной раз не поможет восточному, у нас северную, у вас восточная, восточному соседу, воспользоваться ситуацией нет, вернуть историю уже невозможно, но приостановить ее они могут. Сейчас вот украинское телевидение, если ты щелкаешь каналы, это просто очень интересно, если ты знаешь, какому олигарху какой канал принадлежит, ты можешь смотреть, какие тенденции, ветры, кто за кого, сразу видно, сразу чувствуется, и это настолько откровенно, что действительно россиянам, вот если бы я пытался использовать эту ситуацию, это не было бы проблемой использовать все эти, скажем так, вектора, которые пытаются продвигать олигархи в интересах страны-агрессора, это несложно, и вот в этом является главная проблема, что в конце прошлого года, осень, конец прошлого года, эти вектора стали слишком сильны, и было ощущение, что, ну, ребята, вы можете так переборщить немножко, и вместе с борьбой с Зеленским выплеснуть и ребенка, то есть Украину можно выплеснуть, если переборщить с усилиями на этом векторе, но, к счастью, не произошло по разным причинам, но, к счастью, вот сейчас ситуация все-таки более спокойная, к счастью, внутренняя, чем пару месяцев назад. Ну, даст Бог, все у нас получится, и все будет добре. Огромное спасибо, Миша, за очень интересную беседу, ждем тебя почаще на нашем канале. Мне было чертовски интересно, я думаю, нашим зрителям тоже. Спасибо. Спасибо за приглашение, очень рад, и думаю, что будут появляться новости. Я надеюсь, что они будут добрыми, эти новости, и мы их будем обсуждать, и делать выводы, и прогнозировать ситуацию в дальнейшем. Мы про Украину, и про Грузию, и другие страны, которые нам интересны. Обязательно, обязательно, и они должны быть добрые. Большое спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами, всего доброго, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok